Девушки отдыхают Ха-ха-ха-ха-ха На самом деле, я думал, что этот день будет такой же обычный, как все остальные. Но как же сильно я ошибался. Я никогда и представить себе не мог, что все последствия будут зависеть от моих выборов. В ролике снимались Дмитрий Чизеров, Броневичок Джо, Очень много персонажей, которые просили не выдавать свои имена раньше времени, А также Любимые клановые геймеры. Присаживайтесь поудобнее. Вас ждет интереснейший сюжет в одноименном боевике под названием История о таксисте. Перед поездкой в эту историю не забудьте пристегнуть ремни, Потому что вас ждет жесткий контент, А также поставить лайк, Потому что ваши лайки это оплата за проезд. Ну и не забывайте про конкурс на компьютер, Который проходит в моем телеграме. Ссылочки в описании. Ну а сейчас я расскажу вам все с самого начала. Моя история началась на пляже. Сервер меня встретил прекрасным рассветом. Немного понаблюдав на красоты восходящего солнца, Я побежал искать приключения. По пути я встречал различных интересных персонажей, С кем можно было просто немного пообщаться. Легендарий таксист. Да. Нет, я беру йогурт. Честно говоря, разговоры были незамысловаты, Но все равно было приятно встретить добряка в этой игре. Жаль, конечно, что такие знакомства, как обычно, прерывают какие-то типы с пушками. Мы попытались провести довольно выгодный обмен. Поменять тыкву на какой-нибудь лук. Мы нужны, может быть, бау или кроссбол, что-то. Я могу дать вам пампкин. Да, да, да. Я могу дать вам это. Почему ты делаешь это, мой друг? Ну антирочек нас просто убил. Мда. Честно говоря, такое мне не понравилось. Я захотел снова здесь заспавниться. Я знаю, что надо сделать с таким парнем. О, сейчас я сделаю чирку и вернусь к нему. Иногда на моем пути появлялись даже добрые калашисты, которые не убивали бомжиков. Таким ребятам большой респект. На старте своего выживания из средних подарков я смог достать пайпы. Вот то, что мне надо, слышишь. Я пойду к нему, короче, с пайпами сидеть. И уже сейчас я планировал отправиться к тому челику с Томпсоном. Но бегая в кромешной тьме, я услышал, как ругаются два игрока. Слышишь, он убежал, мужик. Тот берданщик ушел. Это твои соседи, кстати. Слышишь? Ты дома? Это ты считаешь домом? Ну вообще, выглядит, да, неплохо. У меня, короче, есть два пайпа. Я тебе могу один подогнать, и мы попробуем его убить, если хочешь. Чел, ну у меня 30 часов я играть не умею. А у тебя тут что ли спальника нет? Да, нет. Понял. Ну если я его убью, короче, я тебе скажу. Я попробую его убить. Вот это я понимаю. Нормас. Дружище, ну есть хорошие новости. Ну я смог там подсосать немного оружия. Давай я тебе помогу застроить дом, слышишь? Вторую дверь поставить. Да, я справлюсь, наверное. От него я узнал то, что они играют с другом. Поэтому решил скрафтить для него кодовый замок и помочь ему немного укрепить защиту дома. Ведь кто, если бы не я, помог этому новичку? И нам на кодовый замок вдруг понадобится? Я все равно буду жить далеко отсюда. Построй сразу вторую дверь. Его стабильно пытались убить другие игроки. Но хорошо, что нас было двое. И мы с ними смогли справиться. Си-си кокс какой-то. Ну и больше всего мне нравится смотреть, как строятся новички. Это мне очень сильно поднимает настроение. Ха-ха-ха-ха. Нет, нет. Улучшай и дверь переставь свою. Я улучшил его домик как мог. И со спокойной совестью я мог отправляться в свое дальнее путешествие. Понимая, что в ближайшее время его ресурсы никто не заберет. Ладненько, удачи тебе. Если что, может быть, как-нибудь вернусь. Давай. И не успел я отойти, его соседи на воде активизировались. И они были агрессивно настроены. Сюда. И тут уже я знакомлюсь с новыми жителями этого острова. Именно сейчас я понял, что мне нужна здесь кибитка. Чтобы хоть немного почистить этот полуостров от зла. Ну вот изверги меня растерзали здесь, представляешь. Я сражался как лев. А где твой дом? Ну у меня нет дома. Ну, чтобы я, чтобы я дал. Да, я не знаю, где жить. И не узнаешь, тут нельзя. А то что будет? Ничего не будет. Ну, а то все. Ты главное скажи, где потом. Да я прям впритык могу построиться. Я не принципиален. Давай, давай. Встройся, встройся. После этих слов он поднялся на крышу и меня убил. Уже сейчас я обрел трех противников. Одни из них жили вблизи океана. И выжигали всех бомжей, которые строились рядом с ними. Другие жили в густом лесу. Насчет них у меня информации попросту не было. Но настанет то время, когда я о них расскажу. А вот третий. Третий обитали на речке. И все они себя вели как бандиты. Убивали всех на своем пути. Понимая, что здесь я смогу раздобыть свое первое оружие, я захотел обосноваться именно здесь. На этот раз я оказался неподалеку от этого острова. И увидел, что возле меня находится магазин, в котором я мог купить хотя бы револьвер. И хоть он был пуст, я смог решить этот вопрос с хозяином этого домика. Слушай, я готов принести тебе 100 скраба. Ты можешь ревик с патронами сделать? Эту часть выживания мы, пожалуй, скипнем. Я покажу вам, как я пофармил немного бочек, купил револьвер и добежал до рыбацкой деревни. По пути туда меня тоже ждали некие трудности, но я смог с ними справиться. Уууу! Биг фармер, бой! Уууу! Там я встретил игроков, которым тоже досталось не сладко. На этом острове их частенько убивали, и тогда они приняли решение нафармить скрабса и в зоне путем рыболовства. Вы посмотрите на них. Это абсолютно дружелюбные парни. Они никому не мешали. Просто ловили рыбку в свое удовольствие. Немного с ними пообщавшись, общавшись они даже угостили меня свежей рыбкой а у нас мэд макс а подожди вот держи шоколадка есть о слушай это дает комфорт о подойди давай вместе постоим тут все как улов ну пока так я вот только учусь среди это вот это вот выше поднимаю поднимаю рыбацкую деревню постоянно кемпели я добавился с одним из пареньков ведь он рассказал что хочет построиться на этом острове а мне нужны были союзники и после этого я отправился в сторону ребят которые бегали на ферме там я мог выбить хорошее оружие салам на всех языках доброкачественной пандемии во всех городах наконец-то у меня появилось хорошее оружие мне нужно было строить домик неужели мои дела пошли в гору я даже достала в минский топор который рушил все деревья за один удар это не монтаж честно и спустя пару минут фармы мне уже хватало дерева чтобы построить свою самую антирейдовую кибитку и уже после того как я закончил строительство я увидел то что я построился оказывается возле выжигателей и только я собирался разведать обстановочку я услышал как кто-то запустил млрс ракеты это куда это полетело оказывается что таким странным образом кто-то выселял деревянную кибитку фигасе там заруба жесткая честно говоря наблюдать за этим за стороны было очень весело в какой-то момент я даже решил в этом поучаствовать и понял что это были те самые рыбаки которые стояли в рыбацкой деревне и накормили меня шоколадкой и рыбкой оказывается что деревянный домик который рейдере был их базой короче в нас и был резкий прилетели вот ноль шансов процент ноль процентный шанс нас прилетят млрс вот в этом же держи забирай мне это все равно уже не нужно после рейда ребята очень сильно расстроились и собирались выходить сервера но я умудрился их убедить остаться да ладно восстановились бы я знаю кто вас рейдил ребята которые на f7 живут наступил рассвет я пригласил этих рыбаков ко мне добавил в команду и попросил чтобы они построились возле меня с виду они были дружелюбные ребята да и после того как их деревянную кибитку разнесли млрс ракетами они уже явно были очень сильно огорчены и уж точно им нужна была моя защита ну вот потихоньку помаленьку развитие идет в то время как я помогал новичкам и занимался своим домиком клан на реке продолжал наводить хаос на этом острове я должен был с этим что-то сделать А мне нравится это место. Тут можно просто бегать и ПКД оружие лутать с этих типов. Пойду еще разок засейвлюсь. Как пострелял? Ой, он идет за мной. Как оказалось после, домик на речке и домик в лесу это был один большой альянс. И после таких наглых действий с моей стороны они решили найти мой домик и меня зарейдить. Но самую малость промокнули с домиком и вышли на моих соседей и рыбаков. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я всех убил слышите? Хорош, хорош, хорош. Идет сзади, сзади, сзади. Спасибо. Лежать Все, ребят, сейвитесь, я пошел до Мокиса Четыре Молотова Спасибо Но они ищут мой дом Надо что-то делать срочно Пойду формить камень Можно, пожалуйста, каменный камень один Понимая, что на меня этот клан немного в обиде Я побежал формить каменные камни Чтобы обустроить свою крепость А по пути я встречаю речных обывателей Которые плыли в сторону маяка Я попытался их перехватить Но немного не догнал Да реально, а зачем ты это делаешь? Я не пойму, ну расскажи нам Для чего? За то, что вы меня изначально убивали Вы угрожали мне Я вот думаю, убивать вас или нет Я тебя убивал хоть раз? Ха-ха-ха-ха Я акула Видишь, я акула Я буду всех убивать, кто будет плыть здесь Я их долго ждал Ну выходить они с маяка не собирались Да и времени у меня не было Первоначальным и основным заданием у меня было улучшить мой домик Так, что мне надо сделать? Сейчас я отправлюсь В эту сторону И попробую отстроить тут таксопарк Либо Отправлюсь сюда А вообще, насколько я знаю Можно Сходить на мусорку И нафармить там много топлива У меня был довольно простой и гениальный план Как можно было подформить немного скрапов безопасности Мне нужно было немного топлива И отправиться на мусорку Что вы тут забыли на моем острове, а? Ты меня хотел убить со своей пэшки, что ли? Методика по фарму заключалась в том Что вы должны представить себя роботом Вали И ходить собирать мусор в виде белых машин Скидывать их в переработку И собирать оттуда металл и скрап Поверьте мне Это не так уж долго, как кажется Если разобраться в управлении Бэмс Бэмс 100 скрапа Изи Таким образом Чувствую себя в полной безопасности И я смог нафармить больше 300 скрапа На самом деле 380 скрапа можно было бы и подсейвить Пока ночь Сколько я топлива потратил? 100 топлива Ну вот Плюс второй верстак Правда металла у меня нет Бэмс А дальше начали происходить какие-то странные вещи К нам прибежали те ребята Которые пытались рейдить моих соседей И зачем-то они меня звали к себе Я им не доверял Поэтому свой домик полить я им не стал Короче Пойдем Пойдем Я тебе кушаю Пойдем 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 Все Ты таксист? Да Как оказалось После эти ребята слили мне все свое оружие И они оказались в такой дизморали Что просто хотели ливнуть с этого сервера Они попросили меня пока они выйдут Присмотреть за их домиком И дали даже от него пароли Все можете заряжать Я еще буду поглядывать Если вы вернетесь То дом будет цел Если вас никто не бахнет Открою вам секрет Эти ребята больше не заходили на сервер И отдали свой домик лесным жителям Которые тоже со мной воевали Вот так вот А на моем острове постоянно бегали Какие-то залупанные челики С которыми мне приходилось воевать Ух, нифига Сачели? Нормас А что они рейдить хотели Я не понял Я думаю луки мне уже не нужны Я хочу понять Что они хотели рейдить У меня было всего лишь 13 сачелей В теории Это три обычных двери Либо одна каменная стенка Поэтому найти домик на этом острове Не составило и труда На самом деле Тут было всего лишь два варианта Что они могли зарейдить Либо этот маленький каменный домик Либо большую печку Клановых игроков Но у меня были другие планы Что можно было взорвать По соседству со мной стоял большой домик В котором гнил только камень А метальчик был цел и невредим Это означало Что у меня была вероятность Зарейдить этот домик И найти в нем Какие-то ресурсы Я знаю чем я сейчас займусь Сейчас вскроем Посмотрим что тут у них Шкаф открыт Нифига себе Нифига себе А кум большой То что надо Нифига себе Что я зарейдил только что Вот это бомба Я не знаю как такое произошло Но буквально через пару часов Моего выживания На этом сервере Я смог зарейдить Что-то очень жирное А мне как раз Чтобы отстроить таксопарк Нужно было много ресурсов Да и этот домик Мне казался Немного просторнее Чем мой Поэтому я решил Забрать его полностью себе Жесть Чего я только что зарейдил А впереди меня ждал Мой самый любимый контент Долбежка стенки О да Контент Моих соседей опять убиваются Помните ребята У которых я забрал сачельки Так вот Они нашли мой дом Это ват Это гг Я не знаю что ему от меня было нужно Но он постоянно приходил И садился на второй этаж Как вы видите Разговаривать со мной он не хотел В свободное время От каких-то перестрелок Я пытался улучшить этот домик Ведь в планах было Его полностью застроить И оставить себе В принципе и так неплохо А это как-то застроить потом Этот ват постоянно приходил ко мне под дом И меня это честно говоря немного смущало Он приходил и просто молчал И в какой-то момент он снова пришел ко мне И скинул записку В которой говорилось Что он собирался пойти на свой первый рейд Где как раз таки я забрал у него сачели Итак я познакомился с дружелюбным иностранцем Назовем его просто Немой Немой вы поняли? В смысле он просто не умеет разговаривать До нашей с ним встречи Он играл в соло И каждый раз его подсиживали два паренька Которые не давали ему играть После он познакомился с соседом Попросил его о помощи И тут пришел я и забрал их сачели Меня растрогала его история Я понимаю как тяжело играть Когда у тебя постоянно сидят под домом И тут я решил ему просто помочь Скрафтить сачели И избавить его от тех Кого он хотел зарейдить И кстати говоря Бля он отвел меня к тому домику Который он хотел зарейдить Ааа Окей Да Окей Я могу крафт сачели И мы можем зарейдить эту базу вместе А еще он мне показал свой маленький домик Мне оставалось самое простое Изучить сачельку, накрафтить И пойти зарейдить эту кибитку вместе с ним Но впереди меня ждали большие трудности На сервер зашли обыватели океана Те самые ребята Которые на старте меня убили с Томпсона И сели они Я думаю вы уже догадались куда На крышу Ези тусэмис Ези тусэмис Лег-гег-гег-гег-гег-гег-гег GG Блин, это ты А это не ты иди-иди сюда ссори что убил иди-иди сюда К ним на помощь пришли еще какие-то друзья-иностранцы. Я был полностью заперт, но я был настроен драться с ними до последнего. Как минимум я хотел узнать строение их дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче говоря, выбраться отсюда у меня не получится. Зато я узнал, как устроен у них домик. А еще, как оказалось, на антирейт этого домика прибежал в ад с его другом. Тот самый немой, о котором я вам рассказывал. Вначале я даже подумал, что он плохой и не стоит ему помогать. Но в какой-то момент я понял, что он не знал, что Дипл и их я. Естественно, после такого соседи немного на меня обиделись. И начали сидеть у нас под домом. Нормально, он не повесил. Но он в доме. Но они до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ля-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ... Бро, если ты меня сфотка с сюжетом поставлюurbuhan я пойду кubby 4000 гаражка на самом деле эту вышку я отстраивал чтобы просто их немного запугать чтобы они боялись выходить на крышу и приходить ко мне под дом и план сработал идеально они перестали появляться тогда у меня появилось время немного поформить дерево но тут я уже столкнулся с лесными жителями которые сидели на крыше и стреляли по всем с болта понял я знаю чем надо заняться не знаю почему но все их огненные турели были просто-напросто не заряжены и я смог забраться к ним в дом и обворовать все их ресурсики которые они фармили ого по контри по контри еще вернусь по контри двери я засейвил все честно наворованные ресурсы схватил собой немного сочелек и побежал к ним в надежде что я смогу их пробахать я бы очень удивлен то что у них был пулемет а еще больше меня удивил этот гантрап хорошо что мои соседи смогли меня залутать и забрали мои сочельки у меня уже было достаточно ресурсов чтобы переехать отсюда и начать строительство таксопарка но я не забывал о немом иностранце которому я обещал помочь короче я не знаю придет этот иностранец или нет но и захочет придет потому что я устал его ждать то здесь сегодня главный автор Вот это окуп Вот это окуп, я считаю Просто Вот это окуп Рейд моей мечты просто Честно говоря, я был просто в шоке с того, что в этом доме ничего не было Я оставил тут пару выбитых ушек, чтобы иностранец особо не расстраивался Позвал Вета и отдал ему все, что тут было А после я даже сопроводил его до его скромненького домика В этот же день для меня самой главной задачей было построить новый домик, который находился бы возле дороги Чтобы в будущем и реализовать мою хорошую идею Конечно можно сделать дом-бункер Да, мне кажется, это будет самый идеальный вариант МВК мне хватит на переключек После чего я перенес все свои ресурсики Максимально застроил свой домик Опнул его в МВК И отправился отдыхать Этот день для меня был поистине тяжелый Так, второй день Мой домик все еще жив Приятно Начало было удачным Потому что я как минимум проснулся не бомжом На сегодняшний день у меня было много планов О, это пряничный домик Не понял, что тут делают мешкопуки Этот пистолет не имба получается Просто как же тут все сладенько выглядит Особенно эта шоколадка Я зачистил пару пряничных домиков Которые находились недалеко от меня Кстати говоря, один разок пряникам Удалось меня даже забить палками Меня пряники забили Но я вернулся туда и закончил начатое И здесь же меня ждал большой сюрприз Большая печка и нефть Большая печка мне пригодится Я прорабатывал свой уникальный домик У меня в планах было сделать С двух сторон пару гаражей И только я начал строительство Ко мне пришел какой-то берданчик Офигел что ли? Ты что, мои соседи? Я не понял А потом он пришел еще разочек Ну этот тип где-то рядом живет Мне нужно было скорее Пока он не пришел поставить большую печку Плавленного металла мне нужно было очень много Но не успел я достроиться Он пришел с калашом Я стоял минут пять И уже подумал, что он скорее всего отсюда ушел Но он продолжал сидеть у меня под дверью до последнего Я увидел в какую сторону он убегал Но проследить за ним мне полностью не удалось И тогда я решил побегать в той стороне, куда он побежал И совершенно случайно увидел, как кто-то на скале улучшает свою крепость Ну походу я знаю, где он живет Я был не уверен, что это он Поэтому решил дождаться, когда же он выйдет на улицу И о чудо, я был прав Это его домик И в этом моменте у нас началась соседская любовь И вы не подумайте Никто из нас маслом не обмазывался Пока что А если вы все-таки хотите увидеть, как мы обмазывались маслом Заходите в мой телеграм Фигово, что у него МВК двери Я ему еще все за руиню Буду мачеты крафтить на металл Ну вот что, посидел у меня под домом клоун? Короче говоря, я отыгрывал по его схеме Он сидел под дверью у меня А я сидел под дверью у него И все это продолжалось буквально пару часов Это были самые бесполезные пару часов в моей жизни в этой игре Но хорошо, что они смогли привести нас к мирному соглашению Познакомьтесь Это Lose Your Mind Такое отношение мне больше нравится Соседское, чем просто бегать И друг у друга под домом сидеть Зато видишь Если кто-то будет, допустим, тебя рейдить Я хоть как-то подефаю Дом у меня недалеко Че-то придумаем В любом случае, тут клан стоит Ну, большой, ты видел, да? Ну да, там на воде Мы вчера их убили Там они в путь забиты были оружием Да, вот кого-то из нас они точно будут рейдить Знаете, что означает его ник? В переводе с английского это означает «сойти с ума» Но друзья его называли просто «безумец» В какой-то степени он даже чем-то напоминал меня Стоило ему взять просто тесак в руки Он становился нереальной машиной для фарма Как он мне рассказывал Незадолго до нашего знакомства у него был тимейт Который просто-напросто оставил его в этом суровом мире А когда я построил неподалеку от него домик Он подумал, что там построился какой-то клан Но, увы, там был всего лишь я Но я хочу сделать одну хитрую темку Типа два гаража сделать, понял? Так, ну если хелпа какая-то нужна будет, обращайся Если кто-то будет под домом сидеть Я поформил немного камушка, чтобы наконец-то отстроить большую печку Которую сосед все-таки мне вернул Дэмс После всего этого я отстроил небольшой макет Куда я собирался загонять машинки В общем, дела шли в гору Это должен был быть не просто автосалон В будущем я расскажу вам главную фишку этого домика Ох, нифига, спасибо Ты на разведке бизнеса О! Мой автосалон был полностью готов Оставалось только найти машинки Опа! Конечно, машинка не топ, но тоже пойдет Мой сосед нашел еще одну машинку И по пути к нему я встретил еще каких-то двух челиков Это четырехмодульная тачка, нифига Садись, поехали Ну вот куда, четырех Интересно, она в гараж поместится? Да, по идее, должна Из них можно броневички делать, в принципе Из двух модульных Но, слушай Реально броневичок сделать, короче, с двигателем И поездить четырехмодульные тачки поискать Потом на фарме на нас напали какие-то калашисты Но мы вдвоем смогли с ними разобраться Минус один Там еще один за хаты Хорош Лутай вон Это два твоих кила А это Это, походу, типы из этого, да? Бен Шапире, слышь Это были мои соседи, которые жили напротив меня И, признаться честно, домик у них был неплох Но они меня волновали в последнюю очередь Сейчас я хотел найти броневичок Ты жив? Нормас? Походу, больше машин не будет Поехали на тачке туда Как думаешь, что его дом? Ха-ха! Он заспавлился Лутай его Ох, нифига Он тут наубивал типов И топ-сет у него стену Машина служила нам верой и правдой Она не просто была средством передвижения Она нас защищала, когда нам нужно было полутаться Лутай у меня места нет Люди просто недооценивают машинки сейчас А если броневик сделать, то можно много чего сделать Опа, смотри Машина или что? О, нифига О, почти А, идеально О, трехмодулька Хорошо Домой мы вернулись уже под вечер Мы не нашли броневичок Зато нашли трехмодульный автомобиль Дома я наконец-то установил подъемник И пробил электричество И теперь я мог творить чудеса Мне даже пришлось немного потратить скрапа Чтобы изучить таксимодуль и двигатель И вот спустя пару минут крафта Наконец-то появилась легендарная Пуле непробиваемая такси Можно было открывать свой бизнес Смотри, какая тачка Еще не готовкать Выходи А, ну нифига, нифига Эта тачка чисто для собственного пользования Потому что если сюда типов посадить, они могут убить Хм, я не знаю Ну пока можно оставить, пофиг На замесы какие-то на ней ездить Также я вбил свой номер в телефон и журнал Чтобы каждый мог ко мне дозвониться и заказать маршрут Да Алло Все, норма, сработает Честно говоря, первых клиентов нам долго ждать не пришлось Ими оказались мои бывшие соседи, которые собрались на порт Зачем вам на порт? А, щас На какой их порт? Влетим А, поехали Я думаю, вас к зимней еще закину Так вот, я вам говорю, что я предприниматель Я не просто таксист, если что Я бизнесмен Нифига, жестко рубают Ну можете здесь высадить, в принципе Ставлю 10 из 10 в вашем такси Спасибо Очень приятно и весело Стоп, стоп, стоп Возьмите Я не специально Все, давайте, ребят Если что, обращайтесь Звоните После первого заказа появился сразу второй Бомжик попросил отвезти его к друзьям И помочь отбиться от типов, которые сидят у них под домом Мы приняли этот заказ Но за него попросили немного больше скрапа Вот, 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 вот дом справа Спасибо, спасибо парня Стой, 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 стой Стойте, стойте, стойте Ловите, ловите, ловите Выгодное дело Это очень выгодное дело Прикинь 200 скрапа за поездку Это неплохо Сейчас топлива 5 скрапа 20 топлива вроде Мы колесили по всей карте Но в какой-то момент я понял Что больше всего клиентов будет в мирном городе Именно оттуда люди хотят поскорее уехать Засейвив все, что они переработали Кто хочет покататься на такси Отвезем любую часть карты безопасно Так, а ты в МВК, да, я так понял? Да А, таксист, блять, реально Вот это лайба, конечно Довезем в безопасности Так, что у меня есть? У меня есть МВК, принимаете за оплату? А каждый мой клиент получал телефончик, чтобы они могли дозвониться до меня в любую минуту Закинул Это можно вызывать вас, да? Да, можно вызывать в любой момент Так, ну отлично Мы тогда подумаем И если что, свяжемся с предложением Вам хорошо Охранные услуги, я так подозреваю Рейдить кого-то, да? Ну, нет, пока не рейдить Я думаю, просто что-нибудь залутать, к примеру, да? Поохранять нас Что-то такое, типа, может, космодром, к примеру, да? Сходить, поохранять нас, пока мы лутаем Мы принимаем пока любые заказы Клиентов у нас немного, но мы стараемся Отлично Набрать свою базу Подхват под железной хатой сидят Выпусти меня плюс Я вышел, я вышел, я вышел Вот, наверху Второго убил, вон-то, впереди Вот он Ага, 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 вижу О, кайфе Премию получите, пожалуйста, от меня лично, так сказать Так, это мне лан Вот вам еще, пожалуйста Спасибо вам большое Спасибо Желаю вам удачи и побольше клиентов Всего доброго Спасибо, если что, звоните Номер знаете Ставлю лайк Ставлю лайк Короче говоря, такой бизнес мне понравился Катаешься, отвозишь клиентов Получаешь различные ресурсы В общем, один сплошной кайф А во время, когда у меня не было заказов Я занимался своими делами Мне нужно было закончить мою задумку А для этого нужно было много поформить камушка Еще прошла инфа от моего тиммейта Что меня кто-то собирается рейдить А такой домик я отдавать не собирался Поэтому укреплял максимально защиту Так, на буферку сделаю Чтоб они меня не бурили Жестко На втором этаже Я максимально подготовился Сделал даже себе небольшую отстрелку Чтобы можно было дефать дом Этим же временем я создал самую быструю тачку На Диком Западе С двумя движками И полностью забил ее ресурсами Идея была такова Если они пробивают центровину этого дома И я чувствую, что они выигрывают рейд Я просто сажусь И улетаю со всеми ресурсами Ну а со стороны мой домик выглядел вот так Внутри был целый лабиринт Который мог меня привести к машине А машины с ресами у меня были наготове в этих отсеках Я не знал, когда они меня придут рейдить И чтобы постоянно я мог следить за домиком со стороны Я провел две камеры Таким образом у меня был обзор моего домика со всех сторон Ну-ка помаши в камеру, я тебя вижу Надо локеры заполнить и все На камерах мне пришлось просидеть целую вечность Ночь сменял один, один сменял ночь Прошло слишком много времени Что мой сосед даже немножко ушел от игры Но знал бы он Как же он не вовремя это сделал Спустя еще 30 минут ожидания Информация моего соседа подтвердилась Я увидел, как челики с базуками пришли ко мне под дом Опа Блин, я зря, кстати, ему тачку Да пофиг Я надеюсь, я на крышу встану Это не крыша Ох, нифига себе они пробурили уже Минус Где вы нафиг? Ха-ха Что тут происходит, нафиг? Ау Я не знал, какое количество игроков меня рейдило Но по ощущениям их было слишком много Но этот клан даже и не догадывался Что я к этому замесу был полностью готов Что это такое? А, это мой лут уже таскают или что? НО Ну, stop it НО 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 НО, НО, НО У меня тут просто что происходит нафиг. Это что за разборки бомжей я не пойму тут просто все бегут туда и умирают нафиг хорош лутать бои ящики. Я не знаю что происходило под моим домом, но сумочек у меня было просто нереальное количество. А также бомжей которые пытались хоть что-нибудь ёнкнуть. По ощущениям здесь собралось половина сервера. Но самое печальное то что я не смог задействовать мою секретную тактику. Эх, а так хотелось. Помните того бомжика которого я застроил? Так вот он скрафтил себе магнитофон и просто устраивал дискотеку внутри моего дома. Не, слушай. Ох, нифига себе. Здорово. Поставь ботильнику. А, тут дырка. Здорово. Блин, ёлочку не за что убил. Ёлочка сейчас должна прийти. Не, рейд был хорош. Рейд был хорош. Файтов вообще прям много было. Оп. А бомжику, который просто транслировал музыку, я подарил одну из своих машинок. Как он мне говорил, он хотел отправиться на аутпост, чтобы там построиться. Спасибо. Хорошо продавали. Блин, всё я думаю, надо знаешь что сделать? Сто процентов. Сейчас пойти посмотреть как там у ребят по дому. Наконец-то у нас появились боевые ракеты, которые мы могли с легкостью изучить. А для чего нам нужны были ракеты, вы можете меня спросить. А вы помните лесных жителей и жителей на воде? С кем мы очень долгое время перестреливались. Я хотел этот остров освободить от зла. Ну, это такой же дом. Ну, ракет 60 надо, чтобы всё это зарейдить. Ну, опять же, типа, не факт, что у них пустые дома, правильно? Типа, можно их зарейдить и там тоже будут резко. Короче говоря, подготовиться нам нужно было знатно. Но этот день был очень долгий. Я играл огромное количество часов. И прежде чем их идти рейдить, нам нужно было отдохнуть. В этот же день я сбегал до своего старенького домика, чтобы подкинуть ресурсы. А также познакомился с друзьями того новичка. Помните, кому я изначально помогал построить домик? Так вот, они продолжили жить возле того же самого места. Про души. Застройте потолок. У вас тут потолок соломины. Я могу его разбить и всё. Я говорю, пацаны, давайте потолок построим. Они занимаются. О, стоишь. У меня дерево есть. Дерево есть сейчас. На. Поднимись наверх. Иди сюда, вот сюда. Бам. Потом сюда, бам. Салам, братан. Привет. Тут чего забрал кирку, уходит. Я не знаю, это не твой друг. От души, души уязвимости показал. Всё, кирочку забери. Металл надо, я могу принести. Да можешь принести, они вообще бомжары. Сейчас вам мой друг принесёт металл, короче. Чтоб вы понимали, насколько они были новички, они даже не умели закрывать за собой двери. Вот, видишь, хоп, я у вас внутри. Видишь? Ладно, стой, я знаю, что сделаю. Подожди, я авторизуюсь, у вас шкафуешь и всё сделаю. Всё, отойди, вот, бам. Ставь замок, на. Ух еб... Ты дверь придумал. Всё, и за этой дверью вот сюда тоже поставь железную дверь. Ну всё, удачи вам, ребят. Бля, а чё так щедро? Хорошего вам развития. Мы новичков видим, мы новичков не убиваем. Пацаны, вот не поверьте, насколько на серваках играли, ни разу такого не встречали. Нормально. Всего вам хорошего. На, ещё тоже забери. Этот день закончился максимально позитивно. Мы познакомились с ещё двумя интересными персонажами, которые пытались развиться в этом суровом мире. И даже смогли им чем-то помочь. И ребят, если вы понимаете, что ваши противники реально новички, то не стоит им так жёстко руинить игру. Все мы когда-то были новички, не так ли? Настал третий день. Этот день встретил меня хорошими новостями. Мой домик по-прежнему стоял, что было очень удивительно. Чего не сказать о домике, который стоял возле воды. Опа. Они у меня эту хату зарейдили. Нифига себе. И долго думать, кто меня зарейдил, не пришлось. Мои соседи добавили забор. Это уже что-то означало. Добрый день. Короче, есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Я уверен, что вы тоже хотите зарейдить ваших соседей и любимых. А, ну конечно, конечно. Они нам... Я зашёл прям вот недавно. У нас были снесены деревянные двери и одна железная. Ты заметил, что у меня вышка пропала здесь? А, ну да, да, заметил. Поэтому предлагаю объединиться фармом. А! О, это он. Алло, алло, здравствуйте. Так вот, мы не договорились с вами. Мы не договорились с вами. Мы не договорились с вами. Да, да, да. Так вот, это как раз таки вас убил наш сосед. Короче, мы можем вместе, всеми силами зарейдить наших соседей. Но на это надо будет подфармить серу. Мы сейчас тоже этим занимаемся. Да, без проблем. У нас есть желание. И серы есть. Ну, пока что мало, но есть стройка. Плавленная. О, хорошо. В этот же день я решил выгулять свою турбомашинку. Тем более, был повод. Лесные жители сбили вертолет. Верт упал, слышишь? Надо туда идти. Верт упал, слышишь? Один минус. Моего напарника здесь, к сожалению, убили, и поэтому мне пришлось сражаться со всеми в одиночку. Верт. Вот, стоп, где три! Верты леды. Ну, ну. Если вы сражались сражаться с одоих сторонами, то ну, и они не готовы. Стык, что смотреть. А если вы сражались сражаться со всеми в одиночке в каждом сражении, то есть, можно их не узнать. Они не будут сражаться со всеми в картистах. За этот вертолет в общей сложности сражалось три группировки. Но нам нужно было вгрызаться в него зубами, потому что тут могли выпасть ракеты и сишки. Хорошо, что в этом лесу стоял припаркованный автомобиль, на котором я собирался отсюда сваливать. Тачку надо будет починить. И хоть мою тачку турбо пришлось там бросить, но мы за ней чуть позже вернулись и вытолкали из воды. На ней же мы и отправились на фарм зиму. У меня враги! Еще минус Поехали В зиме на фарме мы провели практически игровой день И уже в ночь отправились домой ставить много печек И когда я говорю много, я имею ввиду не просто много, а очень много А пока у меня все плавилось, я продолжал развозить клиентов и собирать с них ресурсики Если что, оплату можно перекинуть через эту витрину У меня был напарник, он за умеренную плату включал музыку клиентам Ох ты, нифига себе Нифига себе Вот это поворот был Вон, видите, уже лаунж сайт виднеется Мы уже близко Да Вот здесь можно Да, вот здесь высадим Давай, вот здесь высадим Так, так Да, вот скам Давай, прикрою вас Стой, выше, 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 сейчас подъедем Я старался полностью выполнять свою работу Не просто довести клиентов А помочь им построиться и прикрыть их Чтобы их никто не убил Убил Еще убил Лутайте у них оружие Да, вот, вот питон Забирай Таксист, я в дерево пошел фармить Зачем убил? Не убей Таксист, я шел в дерево фармить Поднимай Он добрый, надо его поднять Надо его поднять Мой номер, короче, в самом низу будет написано Такси 5 звезд Можешь звонить в любое время Хорошо Спасибо А слушай, у меня много камня Надо в дерево его Можно? Мы тут деревню будем строить Ну Не убивай Не надо Если ты хочешь Если хочешь, поехали Я довезу Да, вот поста купите За ребят, которых я сюда довез Я был полностью спокоен Здесь жили очень дружелюбные ребята Тем же временем Производство ракет у нас шло вовсю Блин, какая фигня Эти чайные столы огромные Просто, чтобы далеко не бегать сразу Тут крафтить И плавить 30 40 ракет Плюс у нас еще готовые есть Офигеть просто Там штук 5 или 6 Перед тем, как идти рейдить Мы хотели построить там небольшую кибитку Ведь все противники наши были в онлайне И заодно посмотреть Улучшили ли они свои базы Так, как мы сделаем Можно вот такую сделать кибом И после того, как мы отстроили кибитку Время было перевозить ракеты И вы не думайте, что мы собрались рейдить лесных жителей просто так Оказывается, пока мы занимались своими делами Они зарейдили моего немого друга Он сам мне об этом написал А также Он меня попросил, чтобы мы за него отомстили Мы понятия не имели, сколько нам понадобится ракет Поэтому взяли все Все, готов, боец? Конечно Ну поехали, короче Отсюда будем Вон, гаражка идет Открывайте Вас рейдят, прием Пацаны, но вам крупно повезло Он может наверх выпрыгнуть У нас, по-моему, ракеты У меня одна осталась Пуляй в гаражку Пуляй Я контрюю В гаражку Заряжаю За той гаражки Домой за ракетами Домой за ракетами Слышишь? На, отнеси Я прикрою Убил Все открыто Стой Гантратор Не, я не хочу Не хочу ждать Долго Все Шкаф минус О, да, я прикрываю Нифига, слушай, тут рецов Тут шкаф есть О, стоп Тут враги Томик Томик за хату Тут много их Я к тому, да Еще убил Я крою Ты можешь забежать? Авторизоваться в шкафу Давай-давай Забеги Авторизуйся Все, я на улицу побежал Ох, нифига Да тут У него ящик угля был Не зря его зарейдили Кайф Там еще много ракет осталось Вообще Ну, по-моему Полторы строчки Либо строка точно есть Смотри Сколько компонентов Сыжас Вот в этот ящик Ой-ой-ой Хорошо Не, мы нормально пробурили Нормально пробурили Сыжас Да уж Мы настолько их быстро пробурили Что они даже ничего не смогли сделать Но наконец-то мы избавили Этот остров от типов Которые постоянно стреляли с крыши Нормально У нас столько ящиков нет Сейчас еще один У нас оставалась последняя цель Нам нужно было зарейдить крепость у воды Но она была слишком крепкая А ракет у нас оставалось всего лишь полторы строки Деревенские жители тоже точили на них зуб Поэтому ресурсы фармили мы сообща Здравствуйте Здорово, таксисты Мы сейчас будем готовиться к этому рейду Да ладно, ты сам, что ли? Нам нужна серка И мы с вами вместе пойдем рейдить А, мы можем стаскать вам? Заходи сейчас Подожди, это качек на туре разлежный или нет? Да, разлежный Мы сейчас будем готовиться к рейду Я напишу вам Мы сейчас накрафтим все И пойдем рейдить Собирайтесь пока, готовьтесь Скилки крафтите Все в этом роде Все, скоро будем, ребят Спустя еще пару часов фарма и крафта У нас появилось много ракет Нам оставалось всего лишь преобразовать мой старый домик в рейд кибитку Сейчас давай кровати поставим Приватизирую, чтобы кд прошло сразу Сет паблик сделан Авторизуйся в кровати Умирать вообще нельзя будет Потому что если мы умрем Отсюда бежать нам далековато Плюс нас с крыши могут принимать потом жестко Стенки нужны Если будут стенки, вообще нормас будет Ребят, короче Ваша задача Контрить, чтобы они нас не убивали И прикрывать А мы будем рейдить Откроются ящики Не бегите лутать их Вы просто стойте в стенках и контрите Иначе нас могут убить Основная задача просто сейчас их пробахать На этот рейд были большие ставки Иностранцы знали, что мы рано или поздно к ним придем Они были, мягко говоря, на готове Но у меня был тщательно продуманный план Как мы будем захватывать их территорию И отряд бойцов, которые готовы были пойти со мной во что бы то ни стало Нам нужна была эта победа Не подходите близко Просто в сердцевину Турелей нет Да, просто локом Он же только что в доме был Где он? Отлично Давай дальше камень, МВК Вот это все Открывает Внутри Давай дальше Ёбан Ничего страшного Взорвал Кого-то Дальше Есть ракета еще? Правый шкаф Он слева где-то Взорвал Ракета Тут мультишкафы Он переносил Он переносил, походу, да? Я его убил Ой, тут камни много Это не офлайн Это не офлайн, ты бич Онлайн рейт, ези Ези-пези Ези-пези Он появился Он оделся, если что Альфа, ты сейчас не имеешь Бейс На крыше Тут гантрап Понял Я жив Все, я домой понес Они мой дом зарейдили сегодня ночью И говорят, что мы офлайн Как тебе офлайн рейт С типами, которые в онлайне? Как тот трейд больно бьет, конечно Они настолько сильно отчаялись, что в какой-то момент начали дефаться ракетами Справа, справа Ай Мой лилый долг Ладно, не убиваем Сюда бахай просто Надо шкаф скрафтить сразу На крыше он убил меня Он на крыше Там не два типа, а там три типа Минус один Минус второй Он умер Все, всех убил Наверху на крыше надо Делать Отцепка ваша Чтоб он опять не убивал Он как раз туда и поднимается По-моему Сейчас Не шел Тапсет забрал Короче говоря Как бы они не пытались отбиваться И сколько бы игроков они не позвали Мы все равно смогли их полностью зарейдить А самое забавное у них в доме было Это умирать от турелей После нашей большой победы У меня оставалась еще одна незаконченная сюжетная линия Помните новичков, которым я пытался улучшить домик? Так вот Я нашел их в стиме И попросил, чтобы они зашли на сервер У них был противник, который жил совсем недалеко от них Вот представьте Вот стоит их домик А буквально через 10 метров стоит дом врага Который постоянно по ним стрелял А так как они были новички Справиться с ними они не могли Но у меня оставалось немного ракет Которые я мог им выделить Мне нужно было всего лишь дождаться Когда они зайдут на сервер И прождать мне пришлось буквально 3 часа Я стоял АФК возле ящика с ракетами И ждал команды Как вдруг он заходит на сервер И пишет, что их рейдят Его реально рейдят Эта была не очень сильная Как раз Как так? Здорово Здорово Ты, поднимай! Один номер Да имя! Да имя! Один номер! Один номер! где они где они я внизу я на хате убился всех надо бро я словами благодарность тебе не передам а это твои соседи по ходу были да это я вообще не знаю кто это даже не соседи ник знакомы си кокс это твои соседи я вчера их убивал короче говоря мы смогли задавать этот домик и спасти их от рейда но это было еще не все после такого проигрыша рейдер пришел голенький объяснить ситуацию почему он решил их зарейдить это она что ты хочешь? я могу остановиться? да ты можешь я не имею в виду ничего привет 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 друзья как дела? я твоя соседи я собираюсь к тебе почему? но я не могу потому что я собираюсь это человеком на 160 я не знаю как бы поступили вы на моем месте но я решил подружить этих ребят между собой ведь я понимал почему этот иностранец хотел его зарейдить и чтобы все в этой непростой ситуации были счастливы я принес сюда все свои ракеты которые у меня были чтобы вместе они могли порейдить то что захотят на хочу куда лучше берешь базуку короче целишься вот видишь там есть прицел после всех моих объяснений он действительно понял как правильно стрелять базуки правда я ему не говорю что стрелять надо не под себя а впереди вас будет ждать самый увлекательный контент вы будете смотреть как рейдят базуками новички юнит бум бум без эту foundation просто по центру стреляйте the foundation да я саду из 3 ну ладно вам поехали на сгол я еще никогда в своей жизни не видел чтобы люди так бесполезно тратили свои ракеты они могли бахнуть фундаменты за четыре но потратили на метал стенку 9 все ракеты оф какая гора гора да 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 Let's go raid more! Raid more! Here! Let's go raid! 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 Here? Yes! Yes! Nice! Он был в онлайне! Let's go! Let's go! Под ноль сносим! Фундаменты, ребята! Фундаменты raidим! На нижний! Стреляй! Ха-ха-ха! Окей! Найс! Найс! Отойди! 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 What the fuck? What the fuck? 34! 34! Под ноль на эффект! Посмотрите на это! Это очень красиво! Бейс! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Окей! Рейд больше! Вони в Рейд больше, ребята! Где? Как тебе рейд? Вообще... Вообще... Вообще хуйно, братан! Спасибо тебе! Прямо вот после... Всех хуйни, которую они нам строили! Прямо очень приятно было! Ха-ха-ха-ха! Я на душефно благодарен! И что записал? На память! Вы на самом деле, знаешь, что должны были сделать? Этот дом рейдится гораздо быстрее! Вы... Метал стенку рейдили, когда фундамент надо было рейдить! Ну ладно! Я, да, я вот такой... Я потом уже понял! Я потом уже понял! Ну теперь понятно, ну на будущее, зачем? Хе-хе! Хе-хе! Классно у них дом, да? Остался! Особенно теперь! Эти безумные новички потом вошли во вкус и начали выселять всех соседей, которые у них были! Привет, пенси! Привет, пенси! Ха-ха-ха! Я вот еще умер! Здесь, здесь! Смех, смех, смех! Многое! Смех! короче говоря как мне показалось все эти новички и все ребята которые меня окружали были счастливы и напоследок мы с ними сделали совместное фото на память стоит стоит у меня нет и picture with you окей бери базуку с и голами nc nc чиз после того как мы закончили все наши истории на сервере началась полнейшая тишина я вышел с этого сервера но забыл выключить запись ноутбука и вот что мне удалось отснять да уж эта многогранная история подошла к концу я бы даже мог назвать этот видос фильмом а что скажете вы понравился вам данный контент или нет обязательно пишите комментарии и не забывайте ставить лайки и подписываться на канал ведь я стараюсь только для вас на съемку и монтаж этого ролика я потратил более двух недель но огромное вам спасибо что вы ждете мой контент отдельное спасибо хотел бы сказать всем участникам данного ролика фильме снимались немой иностранец безумный сосед банда новичков и непосредственно я режиссер данного ролика папа чиз ну и клану f9 отдельный привет спасибо вам большое за рейд ну и конечно же спасибо тебе огромное за просмотр не забывайте ставить лайки и в скором времени мы с вами еще увидимся всем пока